Теперь вернемся в Священное Писание, в Кур'ан, из сунну пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и объясним, как расшифровать нам слова «Ла Илляха Илля Аллах, Мухаммад Расулуллах». Или вторая формулировка этих слов «Ашхаду ан ла Илляха Илля Аллах, ва Ашхаду анна Мухаммадан Абдуху ва Расулу». Я свидетельствую, что нету Илляха Илля Аллаха, что нету иного Бога, достойного, чтобы ему поклонялись, кроме Аллаха, и что Мухаммад является рабом и посланником Аллаха. Кто-то переводит «Ла Илляха Илля Аллах» и говорит, что нету Бога, кроме Аллаха. И когда говоришь, как ты понимаешь это? Как ты понимаешь эти слова, то, что нету Бога, кроме Аллаха? Нету иного Создателя, иного Творца, помимо Всевышнего Аллаха. Ведь во времена пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, те люди, куфар, курайш, неверующие, язычники из курайшитов, которые воевали против пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, которые не верили в его послание, но они при этом верили в то, что есть Создатель, есть Аллах. Верили или нет? Да, они верили. Хотите дали? Аллах, субхану ва-та-Аля, в Коране говорит, Если ты их спросишь, Мухаммад, кто их сотворил, они говорили, Аллах. Они говорили, Аллах. Мухаммад, если ты их спросишь, кто сотворил небеса и землю, они непременно ответят, Аллах. Также, субхану ва-та-Аля, говорит, Если спросишь их, Мухаммад, кто дает с небес дожди, и после этого растет почва, они непременно ответят, Аллах. Но почему тогда Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля, их проклял и говорит, что они из вечных обитателей ада? Они вечно пребудут в аду, в джаханнаму аль-хияду биллах. На этот ответ Сурат-эль-Анкабуд. Сурат-эль-Анкабуд, где Всевышний, субхану ва-та-Аля, говорит, Когда они садились на корабли, они молили о спасении только одного Аллаха, с искренностью, с их ласом. То есть, садились на корабли, корабль плыл, боялись, доплывут ли они или нет, волны. То есть, просили, Аллах, дай нам возможно доплыть, Аллах, дай нам возможно. Забывали в этот момент про всех идолов, про всех идолов, которым они поклонялись. На тот момент было во времена пророка Мухаммада, в начале, из послания, до того, как он стал пророком, в Каабе, в Мекке, в Каабе было 360 идолов, такие идолы, как Аллах, Аллах, Аль-Удзе, также во времена других пророков, во время Нуха, алейсалям, был Яуук, Наср. То есть, кто это такие? Это люди были салихин, праведники. Были праведниками, которые поклонялись одному Аллаху. После их смерти, в честь них делали идолы, им поклонялись. Делали идолов из хлеба, когда проголодались, кушали их. Делали идолы из фиников, как сказал Умар, ибин Хапаб, когда мы еще были не мусульманами, были язычниками, мы также лепили идолов из фиников, а когда проголодались, кушали, то есть, кушали своих богов. Он сам себе жизнь не спас, как он тебе может жизнь спасти? Субханаллах. Поэтому я сейчас вернусь, опять же, к той истории, которую я начал говорить во время, когда мы разговаривали с атеистом, который говорил, что бога нету. И когда взлетел самолет, он сказал, «О, Боже, дай мне возможно долететь». По-своему начал молиться. Я ему тогда задал вопрос, «Вы же только что утверждали то, что бога нету, то, что религия – это опиум для народа, то, что мы видим – это существует, то, что мы не видим – это не существует». Но если так судить, опять же, уважаемые братья и сестры, если то, что мы видим – существует, а то, что мы не видим – не существует, многие вещей мы не видим, но они существуют. Ни один из нас не видел свой разум. Мозг возможно увидеть, но разум невозможно увидеть. Ни один из нас не видел свою душу. Даже самый неверующий человек говорит, «У меня широкая душа, у меня добрая душа». Но где она душа? Опять же, человек – это тело и душа. Невозможно ее потрогать, почувствовать. Боль, когда человек чувствует. Ни один из людей не видел, что такое боль. Ее невозможно увидеть, потрогать. То есть, ни один электрик не видел тока. То есть, самые такие ценные вещи, они невидимы. То есть, опять же, такие самые дорогие вещи, дорогой жемчуг, он в глубине, в глубине океана находится, его нужно найти, то есть, он невидим. Самые дорогие вещи, они… На электричестве, там, весь мир построен, без Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Тааля. То есть, невозможный верующий человек не представляет, как можно жить без веры в Бога, без веры в Аллаха. Без души невозможно прожить. То есть, там, опять же, когда молодые женятся, что между ними какие-то есть чувства любви по отношению к друг другу, любовь отца к своим детям, мамы к своим детям, детей к родителям. То есть, это любовь, невозможно потрогать, увидеть. То есть, самые такие ценные вещи невидимы. И когда я задал вопрос, я говорю, вы же не верите в Бога, зачем вы сейчас вспоминаете о Боге в самолете? Он говорит, на всякий случай, вдруг он существует. Поэтому, говорится, как говорят, что во время атеизма не существует, во время страха не существует атеистов, когда человеку страшно. Я тут же вспомнил Ая, Исурат Аль-Ан-Кабуд, где Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, аналогичная ситуация, когда описывали Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, неверующих вот этих язычников, где Всевышний сказал, когда они садились на корабли, они молили о спасении только одного Аллаха. Но когда они достигали суши, шли дальше и предавали Всевышнему Аллаху сотоварищей, предавали, делали щирки. Поэтому, как понять слова «Ля Иляха Илла Аллах»? Если мы будем говорить, что «Ля Иляха Илла Аллах», переводить эти слова, что нету иного Создателя, помимо Аллаха, то в этот момент мы говорим, также язычники, которых Аллах проклял, они вечно будут в аду, они тоже говорили, что нету Создателя никакого иного, кроме как Аллаха. Спросишь, кто их сотворил, они говорили «Аллах». Кто сотворил небеса и землю, говорили «Аллах». Кто дает дожди, после этого растет почва, растут растения, говорили «Аллах». Но в чем была их проблема? В том, что они поверили, что есть Создатель, что есть Аллах, и наряду с Аллахом еще поклонялись другим идолам. Поэтому, если сказать, перевести эти слова, нету иного Бога, которому поклоняются, то есть «Ла Иляха Ма Абуд Илла Аллах», то это будет неполный перевод этих слов. Почему? Потому что богов много. Люди сами для себя взяли кого-то богов. Кто-то поклоняется Абрахме, кто-то Будде, кто-то, как мы говорили, корове, насекомое в луне и так далее. Но когда говорят «Ла Иляха Ай Ла Ма Абуд Илла Аллах», нету никого, ничего достойного, достойного, чтобы ему поклонялись, кроме Аллаха. Поэтому пророк Мухаммад, когда его спросили, самые плохие изделия, это какие? «Ан таджа'аля лиллэхи ниддан, ва хуа халакак» Это когда ты Аллаху предаешься товарища, в тот момент, когда ты знаешь, что он тебя сотворил. И самое, что тяжело человеку в этой жизни простить, даже если подумать, самое тяжело, если спросишь у любого человека, тебе тяжело прощать людей? Кто-то говорит «тяжело», кто-то говорит «мне легко». Но самое тяжело любому из людей, что прощать, это предательство, измену, вот эти вот вещи, предательство, когда человеку, это самое тяжело, то, что прощает человеку. Также Аллах в Коране говорит, поистине Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи, а все остальное прощает тому, кому он пожелает, говорит Всевышний, то есть самый единственный грех, который Аллах никогда не прощает. Если человек не попросил Аллаха после этого покаяния, после того, как осознал, и не вернулся к Аллаху, то этот грех Аллах не простит, когда человек предает Аллаху со товарищей, когда наряду Аллаху с Аллахом кому-то чему-то поклоняется. Поэтому говорится, нельзя поклоняться ни приближенному ангелу, ни посланному посланнику. То есть нельзя поклоняться Мухаммаду, Нельзя поклоняться Иси, Муси, Джабраилу, никому, ничего, кроме как одному Аллаху. То есть бывает такое, иногда заходишь, многие из нас, наверное, видели, даже к мусульманам заходишь, обычно на рынках так висит, например, дуа, аяту-ль-курси, и тут же стоит там жаба такая, или там бывает какой-то там идол, какой-то такой, что думаешь, это вот там для барака, это что было гадать было, то есть это Бог тоже и так далее. Вот это щирки, вот это уже та вещь, когда человек наряду с Аллахом поклоняется другому чему-то. Или думают, что что-то, кто-то помимо Аллаха может дать удел, дать риск, или забрать его, или забрать его жизнь, или навредить ему. Вот это является щирком. Поистине, Аллах не прощает это, а все остальное прощает тому, кому пожелает. Поэтому, когда мы говорим ла-иляха-илла-ллах, в этот момент мы понимаем, что есть два столпа. Когда мы говорим ла-иляха, это нафи, нету Бога. Иляха-иллаха-иллаху, это то, чему люди поклоняются. Раббун, это создатель, творец. То, кто сотворил, то, кто создал, то, кто сотворил. Иляха-иллаху, это то, как Бог, к которому поклоняются люди. Когда мы говорим ла-иляха нафи, отрицаем всех Богов, аннулируем всех Богов. Как будто мы говорим ла-иляха, как Мухаммад, ты не Бог, Иса, ты не Бог, Муся, ты не Бог, Абрахма, ты не Бог, Будда, ты не Бог, Солнце, ты не Бог. Ла-иляха, и никакого Бога нет. Ла-иляха. Аннулируем всех Богов, которые люди, самые обождественные. А второе, иль-лла-лла-лла-лла, иль-ля переводится как кроме Аллаха, кроме одного Аллаха. Опять же, мы говорим, Аллах это не Бог мусульман. И Иллаху нау в Аляху кум вахид, как говорит Субхану ва Тааля. То есть, наш Господь, ваш Господь один. То есть, нельзя сказать, там, у мусульман свой Бог Аллах. Нет, Аллах это один единственный Бог. Один единственный тот, кому можно поклоняться. Субхану ва Тааля. Не родил, не рожден, нет у него сотоварищей. Как будто мы аннулируем всех богов и, как исключение, выделяем только Илла, кроме Аллаха. Только один Аллах, Субхану ва Тааля. И на это далили из Курана. Где Всевышний сказал Сказал Авраам, Ибрагим Алейсалам. Все остальные религии мы знаем авраамические. От Ибрагима Алейсалам пошли. Сказал Ибрагим, Ли Абихи, своему отцу, который поклонялся идолам, Азер. И своему народу. Поистине я отдаляюсь, далеко ухожу. От чего? От того, чему вы поклоняетесь. То есть, как бы он говорит, нету Иллаха. Это не мой Иллах, это не мои Алиха. Это не мои боги. Кроме того, кто меня сотворил, кроме того, кто меня создал из небытия, поистине он будет вести меня прямым путем. То есть, кроме того, кто меня сотворил, имеется в виду, кроме Аллаха. И вот здесь два столпа. Нету бога, никакого ничего, застойного, чтобы мы поклонялись, кроме Аллаха. Также Аллах в Коране сказал, То, кто не уверует в тагут, сделает куфр, не уверует в тагут. Тагут поклоняется, надеется, думает, что это его спасет. Как некий оберег бывает. Некоторые люди там вешают, думают, что это ему будет оберегать, его от чего и так далее. Все, что человек обожествил, помимо одного создателя, Аллаха, это для него является тагутом. И уверует в Аллаха. Имеется в виду, Илла Аллах, кроме Аллаха. Также верующие знают, понимают, это мы сказали, то, что мы поняли теперь, что нету никакого иного создателя, помимо Всевышнего Аллаха. Аллах дает жизнь, Аллах, субхану Ат to the other, забирает жизнь. Опять же, когда что? Когда человеку приходит, мы сказали смерть, это когда он видел перед собой Ангела Смерти, Малик аль Маут, он по приказу Аллаха приходит за его душу и забирает эту душу. Он верит в то, что человек говорит, Аллах дает только риск, Аллах дает пропитание, Аллах, субхану Ат to the other, дает удел. все, что захочет будет. Все Аллах предопределил. К Нему наше возвращение. То есть верит как в Создателя. Верит то, что он раздак, то, что он дает риск. Верит, то, что он забирает жизнь. Верит, то, что он дает жизнь. Верит, то, что он дает здоровье. Верит, то, что он послpee болезни. Все, что каждое дело принадлежит Аллаху. Второе. После того, как он понял, что Аллах его сотворил, только он достоин, чтобы мы поклонялись. И третье, верит в имена и качества, которые присущи только одному Аллаху. У Аллаху есть 99 имен. И сказал Пророк Мухаммад, 99 имен. И каждое имя сопровождается его качеством. Например, Аллах, одно из имен, например, Самиа, слышащий. У него есть качество, как Самиа, как слух, Басыр, видящий. У него есть качество, как Басыр, как зрение. Но нельзя в этот момент уподоблять к Аллаху. Некоторые люди, они отвергают имена Аллаха. И некоторые из людей, они подтверждают все имена Аллаха. Но некоторые из сафатов и некоторые из атрибутов Аллаха, они не верят в них. То есть, да, у Аллаха есть, например, он видит, но у него нет зрения. Почему? Потому что у Аллаха есть зрение. У человека тоже есть зрение. Тем самым ты уподобляешь Аллаха, с человеком, и это не присуще Всевышнему Аллаху. Тем самым мы отвечаем, нет. У Аллаха есть все, что он сказал в Коране. И то, что Пророк Мухаммад, салаллаху алей салам, о нем сказал. Но именно так, как присуще одному Всевышнему Аллаху. Камайин баги и жалали, ваджи и ва азиме сультане. Так, как присуще одному Аллаху, субханаллаху алей салам. Например, у человека есть зрение, и у собаки тоже есть зрение. Но не значит, что, например, человек, он похож на собаку. У него так, как присуще животному, это так, как присуще человеку. И у Аллаха, субханаллаху алей салам, все имена и качества, 99 имен, и все остальные качества, так, как присуще ему одному. И нельзя называть людей именами Аллаха. То есть, у Аллаха, например, астахаллаху алей салам, принадлежит только одному Аллаху. Есть имя, например, рахман, милостивый. Нельзя, например, ребенка называть рахман. Нужно сказать, аабдуррахман, раб рахмана, раб милостивого. Рахим, аабдуррахим, раб милосердного. И так далее. Это очень, так скажем, вкратце, уважаемые братья и сестры, то, что мы хотели сказать по поводу «Ла Илляха Илля Аллаха». Нету Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, субханаллаху алей салам. Аллах обещал рай. В сутный день сказал пророк Мухаммад, саллаху алей саляму, удивительный хадис. Человеку приведут грешника. У него будет много грехов. То есть, у него будет 99 больших журналов и расписаны его грехи. И каждый журнал по величине как от земли до небес. То есть, такие большие, таких будет 99. Записаны полностью в его жизни только одни грехи и грехи и грехи. И в этот человек, в эту секунду, в сутный день, посмотрите на милость Всевышнего Аллаха, субханаллаху алей салам. И что такое? Какие тяжкие, тяжелые слова на чаши весов в сутный день? И человек подумает, что все, его путь в джаханам, его путь в ад. Это тот экзамен, который невозможно пересдать. Это экзамен, который решает вечность человека. То есть, бывает, когда, субханаллаху алейкум, дети сдают ЕГЭ, как они дрожат и так далее, боятся. Вдруг они провалят этот экзамен. А этот экзамен, который невозможно будет пересдать, и все, 99 седжилен. И в этот момент человек подумает, что он погублен. То, что он в аду, в джаханаме. Но тогда Всевышний скажет, ты не будешь сегодня притеснен. Почему? Потому что в этот день судит Всевышний Аллах, милостивый, милосердный. Всевышний Аллах, субханаллаху алейкум, в сурате Аль-Фуркан, сказал, «Ва йоума ташакху самау билгамам, вануззилал малайкату танзилан, альмулку йоума изинил хаку ниррахман, вакана йоуман аля лкафирина асира». Судный день, когда небо покроется облаками. То есть все уничтожит Аллах, субханаллаху алейкум. И ангелы с небес спустятся в принудительном виде от Аллаха, субханаллаху алейкум. То есть ангелы в небесах, приспустят на землю. То есть такое событие, судно, не страшный день. Но Всевышний дальше говорит, «Аль мульку йоума изинил хаку лиррахман». «Сегодня власть принадлежит одному только милостивому». Одному милостивому. Субханаллаху алейкум, помимо имени ррахман, милостивый, много других имен. Аль-Джаббар, Аль-Азиз, Аль-Мунтақим. То есть тот, кто наказывает, великий, гордый. То есть те имена, которые принадлежат Аллаху. Но Аллах почему сказал милостивый? То есть будет судить милостивый. То есть это дает нам с вами некую такую надежду на милость Всевышнего. Аллаха на спасение. То есть каждый человек зайдет, иншаллах, в рай верующий, только помилостив Всевышнего Аллаха. Не по делам своим, помилостив Всевышнего Аллаха. И будет этот день для неверующих, тяжким, суровым, говорит. Субханаллаху алейкум. Этот человек скажет, «Я погублен. У меня 99 журналов полностью записаны только там грехи. Один журнал по величине, как от земли до небес». Всевышний скажет, «Ты сегодня не будешь притеснен». «У тебя есть у нас карточка». То есть, посмотрите, 99 таких больших журналов, но у тебя есть карточка. «Фамада танфаа битаака би хадиси джиллят». Говорит, «Чем поможет эта карточка?» По отношению к этим 99 журналам, расписанным от небеса до земли, от земли до небес, расписанным грехами. Он сказал, «Не бойся, ты не будешь притеснен». И принесут эту карточку. И на этой карточке написано, «Ла Иляха Илла Аллах». То есть, тавхид, единобожий. Он был искренним рабом Аллаха. Он верил только в Аллаху, не предавал ему с товарищей. Положит эту карточку на чашу весов, и она перевесит, станет тяжелее, чем все остальные 99 журналов. Они улетят. И этот человек зайдет в рай. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман кана ахру каламаху, ла Иляха Илла Аллах, дахалал джанна». У кого были последние слова, «Ла Иляха Илла Аллах», он зайдет в рай. В другом хадисе пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман кана ахру каламаху, ла Иляха Илла Аллах, ва хуа я'лам, дахалал джанна». Тот, у кого последние слова были, и он знал, что это за слова, знал их, понимал эти слова, он зайдет в рай и сказал, провок Мухаммад, саллаху алейкум ассалам. Поэтому Всевышний сказал в Коране, знай, то что нету никого, ничего достойного, чтобы ему поклонялись, кроме Аллаха, и прочти прощение за свои грехи. Если у человека, аль-хамду ля-та-у-хейд, его единобожие было правильным, если он не поклонялся, необычно сказал ничего, помимо одного Всевышнего Аллаха, то Аллах может простить все, что пожелает. Но если человек поклонялся наряду с Аллахом еще кому-то, еще чему-то, то тем самым Аллах это не прощает. Аллах ширко не прощает, говорит, субханаху ата-а-а-ля. Поэтому, уважаемые братья и сестры, мы должны быть бдительными, мы должны верить в Создателя. То есть в этой жизни есть два пути, или путь Всевышнего, или путь Сатаны. Поэтому, аль-хамду ля, то есть если человек берег свою веру, берег свою единобожию, свой тавхид, то, нища ла, он на истинном пути, тот путь, который его ведет к довольствию Всевышнему Аллаху, субханаху ата-а-ля, и в итоге в райской обитель. Поэтому он должен знать, ля-илляхи ля-ллах, что это такое, мы сейчас с вами познали, узнали, вкратце объяснили, что такое ля-илляхи ля-ллах, и должны, соответственно, этому жить, соответственно, этим словам жить, то есть поклоняться только одному Аллаху, субханаху ата-а-ля, не предавая ему сотоварищей. И знать, должны быть убеждённые, якин, учёные говорят, шрують, также есть условия, то есть знать эти слова, верить в эти слова, быть искренним по отношению к этим словам, по отношению к Аллаху, то есть должна быть убеждённость, якин, искренность, любить эти слова, любить тех, которые говорят ля-илляхи ля-ллахи, то есть именно, الحمду лилляхи, вот эта некая любовь ради этих слов должно быть, это то, ради чего нас Аллах сотворил, это то, ради чего Аллах посылал посланников, 124 тысячи пророков мы сказали, из них было 313 посланников, это каждый пророк приходил с этой миссии и Иса, и Муса, и Ибрагим Сулейман, Ильяс все пророки, все приходили с одной миссии как говорится в Коране в каждую из общин я посылал посланника из числа людей дабы призывали людей поклоняться одному Аллаху и отзывали от поклонения от поклонения идолу от поклонения кулинау беда миндуни лаги аззаваджал, то что люди сами обожествили помимо Всевышнего Аллаха будь это будет или пророк, или ангел, если он поклоняется ему, это уже ширк, это является многобожиим, то что Аллах не прощает был такой пророк Муса, Муса вы знаете из Корана, где Всевышний сказал, он много упомянут в Коране Муса, алейхиссалям, это калим Аллах, это тот, кто разговаривал с Аллахом напрямую то есть без посредника, без ангела Джибраиля также Мухаммад, салаллаху алейхиссалям, все остальные пророки разговаривали через посредство ангела Джибраиля алейхиссалям, то есть приходили откровения или Аллах, салаллаху алейхиссалям, посланника или как пророк Мухаммад, салаллаху алейхиссалям, описывал то, что я видел Джибраиля, алейхиссалям, два раза в своем облике, так как Аллах ему послал у него 600 крыльев, вне пространстве было одно крыло покрывало всю эту дунью также видел, как некий звон в его ушах в ушах пророка Мухаммада, это самая тяжкая то, что было, пророк, салаллаху алейхиссалям дрожал он в этот момент у него пот пробивал, то есть жар поднимался то есть тяжело было, такое откровение было потом было то есть когда просто он слышал, как читались ему аяты из Корана или приходит послал Аллаху алейхиссалям в качестве человека часто был в виде был такой один из подвижников в его виде, то есть приходил к нему Джибраиля, алейхиссалям и был так же когда Аллах с Аллахом, пророк Мухаммад салаллаху алейхиссалям, общался напрямую когда он был вознесен на небеса, когда было откровение, когда было во время Исрау аль-Миарач также пророк Мухаммад является каримом Аллах, он тоже является тот, кто разговаривал с Аллахом без посредника, и Адам алейхиссалям, пророк Адам, в этом есть разногласия он был был ли он каримом Аллах или нет в этом есть вопросе разногласия и вот Муса алейхиссалям обратился к Аллаху и сказал я, Раби, кейфа адгурок о мой Господь, как меня тебя вспоминать какими лучшими словами мне тебя вспоминать дзикры разные бывают например, пророк Мухаммад сказал два слова легкие на язык, тяжелые на весах судного дня, благих дел и любимые перед Аллахом, перед милостивым субханаллаху и бихамди субханаллахи 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 о Муса если все дзикры все виды поминаний меня положить на одну чашу весов и на другую чашу весов тяжелее станет, перевесит поэтому часто говорить не просто на языке уважаемые братья и сестры а именно из сердца это должно исходить когда мы говорим мы даже задумываются нету иного создателя кроме Аллаха Аллах дал мне глаза Аллах дал мне руки Аллах меня сотворил из небытия к нему мое возвращение все что захочет скажет будь и вот оно то есть размышляя над этими словами это увеличивает наш иман веру в Аллаху и дает выход из любого положения как Аллах говорит в Коране тот кто боится Аллаха Аллах ему из любого положения даст выход и даст ему пропитание удел оттуда откуда он даже не ждал то есть имеется ввиду не будет у него ситуация который бы он безвыходного положения если он будет богбоязненным это увеличивает его иман это когда только ребенок рождается он азан ему на ушко говорят через ушко ему заходит в сердце проходят эти слова также последнее что скажет если человек умрет его были последними он зайдет в рай поэтому я всегда даже самому себе говорю всем и говорим близким и так далее то что когда человек засыпает ложится спать пусть будет последнего слова ля-иля-ха-иллах вдруг он если не проснется то он зайдет в рай ля-иля-ха последнее с чем ты расстаешься из этой жизни ля-иля-ха-иллах и когда засыпаешь тоже говорю ля-иля-ха-иллах во время пророка Мухаммада когда были битвы посланник Аллаха взял в плен неверующих взял в плен вот этих язычников и тогда пророк Мухаммад пришли другие люди хотели забрать их дать выкуп за этих людей пророк Мухаммад сказал мне не нужны никакие деньги ничего за них не нужно просто скажите одно слово я их отпущу то они сказали мы 10 слов скажем говори что говорит Мухаммад мы скажем скажите и тогда они сказали Мухаммад сделал наших богов все боги которым поклоняются одним богом это удивительно для нас что-то то есть они не хотели оставлять поклонение идолам то есть помимо Аллаха они поклонялись Аллаху но также не хотели оставлять поклонение идолам то есть их сердца были привязаны к своим богам к своим идолам я помню во время учебы еще один из наших преподавателей шейх Сулейман говорил когда мы поехали в Америку и проходили паспортный контроль там знаете в Америке как бы у них очень они обожествляют некоторых людей у них обязательно у девушки должен быть парень бойфренд герлфренд то есть для них это является как богом и так далее и когда проходил говорят когда меня проверяли он из Сауды-Скарави они летели посмотрели и паспорт из Сауды-Скарави и так далее я смотрю то что начал разговаривать с ней с этой девушкой задал вопрос ты веришь в бога? она говорит мой гадь мой бог мой господь это мой бойфренд и тогда я хотел закинуть ей некую некое сомнение чтобы она поверила задумался о Всевышнем о Создателе я говорю смотрю на компьютер написано Madden USA можно ли написать стереть и написать Madden China говорит нет почему потому что это будет несправедливо как мы можем написать Madden China когда это Madden USA тогда говорит как ты можешь поклоняться обожествлять того который тебя не сотворил тебя сотворил Бог Аллах как ты можешь обожествлять тогда это тоже несправедливо по отношению ко Всевышнему также он рассказал одну историю когда мы полетели в Китай с одним шейхом шейхом бин Гуудем и зашли к одному очень такому специалисту в области массажа массажисту такому серьезному в Китае и говорит пока шейх бин Гууд делал себе массаж смотрю это такой большой идол на столе лежит он весь пьет в пыли я хотел дотронуться потрогаться он такой не трогай никто не может трогать моего Бога это мой Бог и никто не имеет права прикасаться к нему подожди я просто хотел потрогать его он говорит слушай смотри на нем пыль уже собралась можете его почистить может его помыть я сам раз в неделю его чищу значит ты его чистишь значит твой Бог в тебе нуждается твой Иля твой идол тебе нуждается а не ты в нем нуждаешься то есть некую такую тоже закинул щупок у него такое закинуло сомнение чтобы он поразмышлял поэтому уважаем братья и сестры мы благодарим за веру когда мы постоянно молимся когда мы восхваляем аллах и говорим тебе благодарим за религию за ислам мы тебя благодарим за иман за веру человек если живет с аллахом если человек живет поклонение одному всевышнему Аллаху ему легко живется в этой жизни у него спокойно узнает то что все зависит от аллаха ничто от него не будет бегать зачем-то за что-то чересчур так цепляться в этой жизни и думать то что не прокормить семью сколько людей сделали аборт и думали что не прикормить своих детей лавку анггар для токтую а улядок муха щиты милок нахну нарзуку маяком не убивайте своих детей боясь что не прокормите я даю им пропитание и вам тоже я даю всевышний аллах с каждым ребенком дает свой риск свой свой удел поэтому пророк мухаммад саллаху алейкум саллаху алейкум саллаху ни одна душа не покидает эту жизнь до тех пор пока полностью не заберет свой узел сказал пророк мухаммад саллаху алейкум один из подвижников ибн аббас великий ученые в исламе мухаммад саллаху алейкум сказал меня я хочу тебя обучить некоем словам как раз когда они были верхом на верблюдеце и друг на друга смотрели повернулся в сторону пророка Мухаммад, и пророк Мухаммад, сказал, это один из великих хадисов. Пророк Мухаммад сказал, береги Аллаха, и Аллах будет беречь тебя. То есть береги религию Всевышнего. Аллах, будь стойким, и Аллах тебе поможет. В другом хадисе пророк Мухаммад сказал, познай Аллаха. Тогда, когда тебе хорошо, Аллах тебя не оставит, когда тебе будет тяжело. Береги Аллаха, береги религию. Аллаху собхану ва Та'але, ты увидишь Аллаха перед тобой. То есть всегда Он будет с тобой рядом. Своей помощью, своей милостью, своей милосердностью. После этого он сказал, если ты просишь, проси у Аллаха. Если просишь о помощи, проси помощи у Аллаха. Как мы с вами мало просим помощи у Аллаха. Как мы с вами мало просим дуа. Мы думаем, что наш риск, наш удел, что-то зависит от какого-то человека, от какого-то высокопоставленного чиновника, от директора и так далее, мы идем к нему, но при этом если Аллах не внушит его сердце именно то, что бы мы хотели услышать от этого человека, если Аллах ему не внушит, тогда мы ничего не получим. Почему мы идем такой длинный путь, а не просим у Всевышнего Аллаха? Да, мы умм, она худбиль асбаб, мы та умма, которой берем причины, но однако должны полностью полагаться нашими сердцами одного Создателя, на Аллаху Субханава Тааля. Если все умма, все люди, джинны, все вместе взяты, соберутся, чтобы тебе в чем-то навредить, они не смогут тебе навредить, только навредят в том, что тебе Аллах предопределил, в отношении к тебе. А если хотят, все вместе соберутся, чтобы тебе в чем-то помочь, они не смогут тебе помочь ни в чем-то, кроме того, что Субханава Тааля, то, что Аллах вам тебе предопределил, тебя предписал. То есть человек верит в Аллаха, знает то, что все от Всевышнего Аллаха Субханава Тааля зависит. И мы когда просим, всегда иди на сарат, аль-муста-ким, о Аллах, веди нас прямым путем, полагаемся на Аллаха нашими сердцами. Фарак Мухаммад сказал, если вы будете должным образом полагаться на Аллаха, то Всевышний Аллах будет давать вам пропитание, подобно тому, как дает пропитание птица, которая утром вылетает из своего гнезда с пустым желудком и возвращается с полным желудком, сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассаляму.